Артэ Франц и на представляют По оригинальной идее Сержа Вьеле и Седрика Лепе Архивные тайны 1954 год. Мэрилин Монро в Корее Всего лишь две недели назад здесь, в Сан-Франциско, пресса объявила миру о громком браке. Мистер Америка взял в жены мисс Америку. Вот он. Мистер Америка Джоди Маджо. Самый известный бейсболист своего времени. Мисс Америка – это Мэрилин Монро. Сегодня, 29 января 1954 года, пресса объявила о новой сенсации. Они уезжают в свадебное путешествие. Куда? В Японию. В Японию? Посреди зимы, спустя всего 9 лет после войны? Странный выбор для свадебного путешествия. Вернемся немного назад. Странно, что так мало людей провожают в медовый месяц самую видную пару Голливуда. И еще. Кто этот мужчина в шляпе рядом с новобрачной? Он тоже улыбается и машет на прощание. Это Фрэнсис Одул. Старый бейсболист, друг Диманджо. Посмотрим кадры с самого начала. Несмотря на то, что пишут газеты, Диманджо и его молодая жена Мэрилин уезжают не в свадебное путешествие. Нет. Диманджо едет в Японию, потому что он подписал контракт. Он будет показывать игру вместе со своим другом Одуллом. Мэрилин сопровождает своего мужа. Она пользуется возможностью уехать из Голливуда. Сейчас у нее очень плохие отношения со своей студией Фокс. Вся история со свадебным путешествием парит только на руку. Кроме того, японцы просто счастливы. Два дня в самолете и промежуточная посадка в Гонолулу. Наконец, вечером 1 февраля их радостно встречают в Токио. Джо Диманджо очень популярен в Японии. Он уже приезжал тренировать местные команды. Когда журналисты узнали, что он проведет медовый месяц в Японии, новость порадовала не только его поклонников, но и обожателей его жены. Для японской прессы звезда не он, а она. Ее визит совершенно неожидан. Но суета репортеров вокруг Мэрилин раздражает Диманджо. И он заканчивает первую встречу. Разумеется, эти кадры быстро обошли весь мир. Вот, например, их прибытие в Токио показали в Америке в лучших кинотеатрах. Показали и прокомментировали. Международные новости Юниверсал. Знаменитая пара прибывает на медовый месяц в аэропорт Токио. Их встречают 4000 поклонников бейсбола и кино. Толпа вне себя. Прорывает полицейское заграждение. Джо Диманджо и его супруга храбро улыбаются своим обожателям, но боятся шагнуть. Они уходят обратно в самолет, пока полиция расчищает им путь к машине Диманджо. Сработало. Знаменитый игрок и его красавица-жена скрываются в машине и уезжают в тихий отель. Но проблемы продолжаются на следующий день на пресс-конференции. Публику не пустили, но фотографы и репортеры вполне ее заменили. Они задавали непростые вопросы, от рискованных до смехотворных. И Джо оказался забыт. И это в Японии, где бейсбол так популярен. Так-то не надо недооценивать власть, сам знаешь кого. Его терпение лопнуло, и Джо Диманджо говорит, пошли. Спустя четыре дня Мэрилин Монро одна навещает американских солдат, лежащих в госпиталях Токио. Она одна, муж почти сразу занялся бейсболом. Но этого никто не знает. Почему эти солдаты в Японии? Со времени Второй мировой войны в Японии сильно влияние США. Уже три года Япония является тылом Америки в войне с Кореей. Боевые действия прекращены, но мирный договор еще не подписан. На фронте остались более 120 тысяч солдат. Мэрилин впервые уделяет внимание военным. Хотя до нее так поступали многие голливудские актеры. Впервые это случилось в Вашингтоне в начале 1918 года на авеню Пенсильвания в двух шагах от Белого дома. Америка сражалась на стороне Франции и союзников. На войну уходило много средств. И чтобы собрать деньги, на помощь призывали самых известных актеров Голливуда. Знаменитую комедийную актрису Мэри Пикфорд и двух ее друзей – Дугласа Фербингса и Чарли Чаплина. Мэри Пикфорд обращается к толпе и уделяет много внимания камере, запись которой мы смотрим, чтобы съемка прошла в лучших условиях. Она поворачивается почти лицом к камере. А вот фотографу не повезло. Он стоит за актерами и хороших кадров для него нет. Кинокамера выиграла. В 1918 году фотоаппарат уже не столь популярен. Как и Пикфорд, Чарли Чаплин хорошо понимал важность кинокамер. Эти кадры показали по всей Америке. И были собраны большие суммы на продолжение войны. В этот день началась долгая дружба Голливуда и американской армии. Через 36 лет поддержка армии стала привычной в Голливуде. Об этом свидетельствовали множество операторов, которых приглашали на подобные мероприятия. Но, конечно, их работа подвергалась цензуре. Заметили? Монро, не колеблясь, пожимает руку чернокожим солдатам и даже болтает с ними. В 1954 году расовая сегрегация в армии запрещена, но она все еще распространена в американском обществе. Многие американцы могли быть шокированы этими кадрами, поэтому их вырезали. Минутку. Посмотрим еще раз помедленнее. Повязка на правой руке Мерлин не осталась незамеченной прессой и даже вызвала скандал. Решили, что Мерлин и Джо ужасно поругались во время свадебного путешествия. На самом деле, эта повязка уже была на руке Монро, когда она приехала в Токио и даже когда вылетала из Сан-Франциско. Но, конечно, издалека повязка была не столь заметна. В любом случае, визит в госпиталь прошел успешно. Армия предложила Мерлин, раз уж она в Японии, прилететь из Токио в Сеул, столицу Южной Кореи. Расстояние от Токио до Сеула чуть больше тысячи километров. Она будет поднимать боевой дух американских солдат. Больше ста тысяч размещены в лагерях, расположенных вдоль границы с Северной Кореей. Монро рада познакомиться с солдатами. Она согласилась. Через десять дней самолет садится на американской базе под Сеулом. Она уже сменила платье и шубу на более практичный наряд. И, к тому же, военный. Первые минуты записали, по крайней мере, три камеры. Через несколько дней эти кадры увидят по всему миру, что может быть лучше, чем визит новой голливудской секс-бомбы в Корею. Страну, которая выкарабкивается из трехлетней войны с помощью Соединенных Штатов. С ней приехали еще четырнадцать человек. Музыканты, хористы, военная медсестра, подруга Монро и организатор поездки. Но где же они? Они ждут, пока фотографы и операторы закончат свою работу, чтобы уже потом выйти из самолета. Посмотрим съемку другой камеры. Да, рубашка военная, но Монро носит ее по-своему, подняв воротник и расстегнув верхние пуговицы. Надо спешить. Сегодня намечено два выступления на двух базах на границе. В окружении высокопоставленных военных и военной полиции Монро быстро пересаживают в вертолет, который доставит ее на первую базу. Можно подумать, что она приехала одна. Ее спутники держатся в тени. Это непросто. Они везут даже фортепиано. Смотрите, здесь внизу кадров шляпки с полосками. Это подруга Мэрилин, Джин Одул. Жена Одулла, друга Демаджо. Помните мужчину в шляпе на трапе самолета? Джин тоже была в аэропорту Сан-Франциско, но камеры на ней не задержались. Становится ясно, что объявленный прессой медовый месяц – это деловая поездка вчетвером. Несколько вертолетов, перевозят сопровождающих, но камера следит только за Монро и ее воздушными поцелуями. Первая остановка у морской пехоты. Лететь меньше часа. Здесь, в этом здании, начнется первое турне в ее жизни. В каждом выступлении будет три песни из трех последних фильмов. Проблема в том, что у нее нет ни малейшего опыта выступлений на сцене. Но об этом знают только сопровождающие ее военные музыканты. Вторая проблема – время. Она согласилась на девять выступлений за четыре дня, поэтому все надо делать быстро, очень быстро и широко улыбаясь. Пока музыканты готовятся, Мэрилин соглашается позировать вместе со своей подругой Джин Одул. Это первый человек, пока что все хорошо. Смотрите, прическа, улыбка, макияж – все безупречно. В толпе расставлены усилители, чтобы те, кто оказался далеко, очень далеко от сцены, тоже смогли ее услышать. Среди трех песен, которые она будет исполнять, есть одна знаменитая – «Бриллианты. Лучшие друзья девушки». Это самые первые кадры Мэрилин с военным оркестром. Посмотрим их помедленнее. Несмотря на то, что на дворе зима, она выбрала очень открытое платье. Мэрилин держится легко, но мужчина справа очень напряжен. Они мало репетировали вместе. Он ждет, пока она даст знак пианисту. В воздухе явно витает беспокойство. Большая часть записей этого турне сделана военными операторами без звука. Почему? Потому что в 1954 году большая часть репортажей записывалась без звука. Кроме того, гораздо важнее сделать хорошую видеозапись Мэрилин в гостях у солдат на корейской границе. Эти записи будут бесплатно предложены всем телевизионным студиям и всем кинотеатрам мира. В этот день были сделаны записи и со звуком. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на неопытность певицы и отсутствие репетиций, первое выступление прошло очень-очень хорошо. Браво, Мэрилин Монро! Но время идет. Минутку, смотрите. Мэрилин все еще приветствует зрителей, а музыканты уже собирают свои инструменты. Организатор турне строго следит за графиком. Монро выступает бесплатно. Она делает это ради своей страны. Она попросила только об одном. Пусть не будет развлечений и особого комфорта, но с ней должна поехать ее подруга Джин Одул. Монро проведет в корейских горах четыре длинных дня. Будет петь одно и то же, приветствовать толпу, улыбаться для одинаковых фотографий. И после этого турне она будет пользоваться в Голливуде гораздо большим уважением. Все съемки Монро в Корее будут очень популярны. Для солдат это особая встреча, хотя к ним уже приезжали знаменитости. Зимой два года назад, в 1952 году, актриса Бетти Хаттон приехала в Корею с песенным турне. Несмотря на холод, она показывала свои знаменитые ноги. Это было в разгар войны. Солдаты пришли на ее выступление с оружием. До нее приезжали не столь знаменитые люди. Например, Лита Бэрон. А еще несколько лет назад в Корею приезжал сам Джо Диманджо. Он прибыл из Токио вместе со своим другом Одулом. В тот раз Диманджо отлично приняли в Токио, где его таланты бейсболиста были так же известны, как и в Америке. В 1950 году Диманджо было 39 лет. Он только что закончил спортивную карьеру. У него много свободного времени, и Одул убедил его давать мастер-классы и тренировать японские команды. Спустя 4 года, в феврале 1954 года, война в Корее закончилась, но охрана Монро вооружена. На границе неспокойно. Здесь сконцентрировалось противостояние между капиталистическими и коммунистическими странами. Пороховая бочка. По одну сторону границы протяженностью менее 300 километров стоят 18 американских и южнокорейских дивизий. Настоящая линия фронта. С другой стороны границы – 7 частей китайской армии и 2 дивизии северокорейской. В 1945 году Корея была разделена на две части. Граница прошла по 38-й параллели. Американская часть на юге, советская на севере. В 1950 году северокорейская армия вторглась в Южную Корею. Военные части США и ООН оттеснили ее к 39-й параллели и дальше на север. Возникла угроза Китаю, который начал наступательную операцию. Постепенно граница вернулась к 38-й параллели. В 1953 году после трех лет сражений насчитывалось более 2 миллионов убитых, раненых и пропавших без вести. Сюда-то и приехала Мэрилин Монро. На этот раз ее встречает хозяин, генерал-лейтенант Макгар. Высота над уровнем моря примерно 1000 метров. Уже вечер, и в вертолете должно быть довольно холодно. Почему Джин-О-Дул одета теплее, чем Монро? Почему? Потому что Мэрилин хотела появиться в более изящном наряде. Благородное намерение, но зима берет свое, и она быстро надевает куртку. В остальном все проходит точно так же, как во время посещения морской пехоты. Разумеется, с традиционной фотографией, о которой попросил генерал. Снова в дорогу. Единственная проблема – визит к 12 тысячам солдат 7-й пехотной дивизии будет очень поздним. В феврале здесь темнеет в 8 часов. Выступление будет в темноте. К тому же еще и похолодает. И все же Мэрилин выступает в том же открытом платье, что и у морских пехотинцев. После концерта она поговорит со своим мужем по радиосвязи. Она расскажет, как прекрасно выступать перед тысячами зрителей. Он ответит, что помнит это по бейсболу. На следующий день на своем четвертом концерте Мэрилин будет петь для 14 тысяч солдат. Ее не встретит генерал. Нет. Но командиры этой дивизии кое-что придумали. Они приглашают Мэрилин прокатиться на танке. В боевом танке. Есть и обычная машина, но гостье понравилась эта идея. Когда огромный першинг начинает двигаться, она держится непринужденно, словно в кабриолете на бульваре Сансет. Увы, удача им не улыбается. Начинается дождь. В это время года дожди идут ледяные. Для оркестра это катастрофа. К тому же над сценой нет никакого навеса. Всех мучает вопрос, будет ли Монро петь под дождем. Но что делать? Солдаты будут очень разочарованы, если ее выступление отменят. Пока Монро нет, певцы и музыканты, как могут, развлекают 14 тысяч зрителей. Чем больше проходит времени, тем сильнее льет дождь, и тем нетерпеливее становятся солдаты. Мэрилин появляется в открытом платье, и оркестранты вздыхают с облегчением. Когда она готовится петь, вы заметили? Дождь такой сильный, что пришлось вытереть микрофон. Знак пианисту, и все начинается. Как обычно, планируется только три песни. Но из-за дождя после каждой песни она уходит за кулисы, чтобы вытереться и поправить прическу. 18 февраля оператор начинает с хлопушки. Дату хорошо видно, место тоже. Но смотрите, имя Мэрилин написано с ошибкой. После «Р» нет буквы «И». В начале 50-х годов это имя было довольно редким. Вчера она простудилась из-за дождя. Монро начинает уставать. Но для камеры у нее всегда есть улыбка. Сегодня утром она споет для 2-й пехотной дивизии. Солдаты находятся на этой границе несколько месяцев. Для них приезд Мэрилин — мечта. Последние три фильма с ее участием имели грандиозный успех в Америке. Это «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера». Кроме того, в журнале «Плейбой» появились старые фотографии обнаженной Мэрилин. Вторая хлопушка за день и с той же ошибкой в имени. Несмотря на холод, на Мэрилин все тоже легкое платье. Посмотрим еще раз медленнее. Пока она приветствует зрителей, у нее за спиной переставляют пианино. Зачем? Чтобы пианист мог видеть губы Монро. Из-за оркестра он ее почти не слышит. Они договорились, что она будет как можно чаще поворачиваться к нему в профиль, чтобы они синхронизировались. Третья хлопушка за день. Ура! Наконец-то имя Монро написано правильно. Выступление закончилось. Сегодня спешить не надо. И у Мэрилин наконец-то есть несколько свободных минут. И камера ведет себя почти бестактно. Монро постоянно находится на публике. С утра до вечера. За исключением считанных минут. Она уже три дня в горах Кореи. Три дня за ней постоянно следят камеры и глаза десятков тысяч мужчин. Завтра она летит в Сеул, а оттуда в Токио, где ее ждет муж. У Монро начинается пневмония, и ее быстро укладывают в больницу. Но пока вокруг нее журналисты и репортеры, она продолжает позировать. Эти кадры будут показаны во всех кинотеатрах и по телевидению Америки, Японии, Европы. Вот как Парамаунт рассказывает об этом турне. Название подразумевает интонацию «Мэрилин сразила Корею». Мэрилин Монро прибыла в Корею, чтобы четыре дня выступать на границе. Пока Джо Ди Маджо в Японии тренирует команды бейсболистов, Мэрилин в форме рядового знакомится с парнями. Ни одному рядовому никогда не доставалось столько внимания. Стоит холодная зима, но ничто не отвлекает от теплого приема. Кому нужен вид с высоты птичьего полета? Холодный горный воздух не пугает Мэрилин. Она настоящий боец. На холмах теснятся солдаты, и Мэрилин начинает выступление. Офицеры говорят, что за первые два дня в Корее она спела примерно для 60 тысяч человек. Солдаты и командиры, пехоты и моряки согласны. Мэрилин лучше всех. А что же говорит она? Боже, я никогда не видела так много мужчин. Подобные репортажи и многочисленные фотографии турне певицы заполонили прессу и телевидение. Путешествие в Японию и Корею вызвало совсем не те последствия, на которые рассчитывал Джо Ди Маджо. Направляясь в Токио, звезда бейсбола мечтал, что его жена бросит кино. Он презирал этот мир. Но получилось совсем иначе. И вскоре они расстались. Через восемь лет Мэрилин Монро умерла. И до конца своих дней Джо Ди Маджо каждую неделю приносил розы на ее могилу. Режиссер Серж Вьялле. Продюсер Флоранс Фанели. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова